Мы здесь как дети просто в первый день. Я надеюсь, что к концу смены, так сказать, мы дружимся все, сплотимся. Я в своем детстве не побывала в Орленке, но были мои дети и всегда отзывали с таким восторгом о нем, поэтому, естественно, побывать здесь при такой чудесной погоде – это замечательно. Здорово, что есть возможность объединиться, встретиться в такой неформальной атмосфере на территории лучшего Всероссийского детского центра Орленок, и погода сама нас радует. Я уверена, что за эти дни мы получим массу положительных эмоций и информацию, конечно же, будем вкушать. А забрать отсюда я хочу новые веяния во взаимодействии семьи и школы в вопросе воспитания наших подростков. Сегодня присутствуют делегаты родительских комитетов со всех регионов нашей страны. Здесь присутствуют все региональные министры образования. Я глубоко убежден в том, что мы должны работать и обсуждать вместе. Результат – это сформировать ту молодежь, которая на самом деле нам сегодня нужна. Нужна регионам и нужна стране. Именно та молодежь, и патриотам, и те, которые на самом деле способны во всех отраслях экономики добиться успеха. Очень важно, что нас могли услышать. Вопросы мы могли задать те, которые нас действительно интересуют. Я считаю, что такие мероприятия должны быть, проводиться. Это, безусловно, в диалоге рождается истина. Это первый шаг. Я думаю, что такие форумы будут проходить во всех наших детских центрах. Страна огромная. Родителей у нас больше 35 миллионов в стране. И поэтому с ними надо очень активно работать. Уважаемые коллеги, я вас попросил создать при региональных министерствах родительские комитеты. Самое главное – показать родителям, что вы в контакте обсуждаете на самом высоком уровне. Мы обсуждаем проект, который начал реализацию с начала учебного года «Разговоры о важном». Первые результаты исследований, которые мы видим, говорят о том, что более 90 ребят испытывают на каждом занятии ощущение гордости своей родины. Им говорят о стране, об ее истории, о людях, которые создавали эту страну, делали вклад в историческое развитие страны. Для некоторых ребят это удивление. Мне кажется, это приятным и важным достижением. Мы сегодня будем говорить на очень животрепещущую тему. И, кстати говоря, на следующей неделе будет внесен в Думу закон о буллинге. И мы сегодня как раз будем говорить о насилии в школе, о буллинге, о травле, о том, как справиться с этим, если ты родитель, о том, как поговорить правильно с ребенком и что делать, какие шаги предпринимать, если ваш ребенок столкнулся с буллингом. «Девиантное поведение детей», которое сейчас вновь, мне кажется, появляется все больше и больше, как раньше в 80-90-е годы. Очень важно на эти острые, колкие вопросы разговаривать, не бояться, привлекать родительскую общественность, чтобы они были вместе с детьми, вместе с педагогами. Любое столкновение с трудностями, когда ребенок эти трудности переживает, он выходит на другой уровень личностного роста, и он становится сильнее. Сегодняшнее выступление спикера – это депрессии у подростков и суицидальные какие-то поступки. Я считаю, что нужно обсуждать такие проблемы, и правильно, что на таком форуме родителям в доступной форме рассказывается о этой проблеме, как с ней бороться и как поступать родителям в той или иной ситуации. Здоровое питание, здоровая семья – тема очень актуальна и очень важна для создания и взросления наших ребят здоровыми, сильными, активными. Сегодня наши коллеги-педагоги представили большую работу с детьми, это наши творческие работы с детьми, сервировку стола. И, конечно, отдельное спасибо нашим коллегам из отдела питания, они вместе с нашими детьми, участниками смены, сделали сегодня для дегустации нашу легендарную ляцкую запеканку в осенне, уже стилистике, это была тыквенная запеканка. Принципы и основы правильного питания зависят от нас, от родителей, и все идет из семьи. Насколько наши дети будут здоровыми, будет зависеть от того, что будет лежать в их тарелке. Мы хотим, чтобы ребенок жрел в своей родной стране, максимально его газом и заработать ради его собственной ценности, ради него самому. Как родители я понимаю катастрофическое отставание родительской сообщественности от профессионального понимания воспитания детей. И вот я приехал сюда, чтобы посмотреть, чем живет родительство в России. Трое сыновей, поэтому я как стараюсь впитать всю информацию, все, что слышу по поводу воспитания, привлечения детей к дополнительному образованию, к поседневной жизни, привлечения детей к каким-то конкурсам. Активность родителей надо поддерживать и для Свердловского областного родительского комитета основная цель – это просвещение родителей в разных вопросах, которые касаются не только на самом-то деле системы образования, но и вопросов безопасности детей, и системы оздоровления детей в летней компании. То есть очень много вопросов, которые мы поднимаем и которые находят поддержку со стороны родительского сообщества. Тема детского отдыха достаточно непростая, но очень востребованная нашими родителями. У нас было многообразие экспертов, была возможность поговорить и со стороны регионального министерства, и со стороны федерального министерства, и со стороны родительского сообщества. Я думаю, что нам удалось в итоге прийти к единообразию, показать родителям, как можно выбрать детский лагерь, показать родителям, как родительское сообщество может принять участие в жизни детского лагеря. Впечатления просто суперские. Ребята нас уже прокатили на баги по всей трассе, это, конечно, шикарно. Это в том числе популяризация, да, и я понимаю, что… Вот у меня четверо детей, трое мальчиков, и я понимаю, что мне хочется, чтобы они сюда приехали в Орленке, отдохнули. И действительно, здесь очень много активностей, которые помогут им, может быть, в том числе в дальнейшем определиться, может, даже с профессией. Эмоции просто зашкаливают. Это нереально, это космос. Вот. И сейчас в этой экипировке чувствуешь себя мега-крутым, мега-классным на родительском форуме 2022 года. У нас сегодня была творческая мастерская, мы делали собственное море на листе из глины. У меня ребенок любит лепить из глины, ему 15 лет. И я думаю, что, когда я ему скажу о том, что я пошла на этот мастер-класс, чтобы мы потом могли с ним вместе заниматься, я думаю, он будет очень рад. Как сделать ребенка счастливым? Это, наверное, самая большая проблема, самая большая боль и самая большая задача любого родителя. Бывают переломные моменты, в которые счастье ребенка, его самочувствие иногда оказывается под большим вопросом. И эти переломные моменты связаны с переходом, например, из дошкольного возраста в состояние школьника. Сегодня специалисты, профессора и доценты кафедры педагогики и психологии нашего ВОЗа пришли поделиться опытом того, как сделать этот переход наиболее безболезненным и наиболее удачным. Мы сегодня, во-первых, говорим с экспертами и не имеем возможность выслушать разные точки зрения по поводу воспитания нашего подрастающего поколения. Все мы родители и у всех у нас разный опыт родительства. И послушать экспертов, понять, в чем наши ошибки, как дальше взаимодействовать с подрастающим поколением. Огромное спасибо для того, чтобы появляется такая возможность организовать нас на такие встречи. Потому что на сегодняшний день каждый регион уникален своими практиками. Именно на таком форуме появляется возможность ими обменяться, чтобы применять уже нам у себя. Мы пообщались, познакомились и поняли для себя вообще, в каком направлении нам развиваться дальше. Если мы не будем работать с родителями, то мы не получим того эффекта, воспитательного, в первую очередь, эффекта, от того, что дети получают в школе. Если будет некий такой когнитивный диссонанс в сознании ребенка, что в школе говорят одно, а в семье говорят другое, то мы не получим гражданина с четко ясной, выраженной позицией. Поэтому здесь очень важно синхронизировать все усилия. Усилия педагога, усилия родительской общественности. Это крайне важно. Время резонанса! Время резонанса!